ТОК-2 Я играю в танки уже 7,5 лет, практически 8 И за все это время у меня не было ТОГа Ни на одном из моих аккаунтов И я скажу почему Потому что, честно говоря, всегда считал эту машинку Ну, крайне недееспособной в бою То есть вся ее вот эта огромная туша Она реально, ну вот, еле в экран помещается Честно говоря, в бою ты когда ее видишь Ну, смешно просто до, ну не знаю, до слез Это мало сказано Наверное, до мокрых штанов Насколько эта машинка не поворотливая Насколько она вот длинная такая Ну, короче, где-то ею спрятаться практически нереально Но, ребята, есть одно маленькое но Которое хотелось бы обсудить Я покупаю данную машинку по двум причинам Первая и основная Показать вам, как эта машинка выглядит в руках Среднестатистического танкиста И, возможно, вам она понравится Либо просто в коллекцию Либо действительно выезжать и фаниться Возможно выезжать и нагибать Сейчас посмотрим непосредственно в первых катках Которые сделаем сразу после покупки То, что входит в набор, честно говоря Я думаю, что разработчики больше добавили По одной простой причине Потому что 2,5 косаря голды Запросить просто за лысый ток 2 Вот как только что мы увидели в ангаре Это просто шизофрения какая-то В жизни ни один из игроков Не купит себе за 2,5 косаря голды Ну вот, просто голую машину Поставить ее за полторушку Ну, я думаю, что здесь немножко жаба давит И существенный дисбаланс По отношению к остальным шестеркам Которые продаются Коллекционные, там, премиумные Но, думаю, мысль вы мою уловили Поэтому на 2,5 косаря голды Они насовали чего только смогли Они дали 14 дней према Ну, я считаю, что это довольно-таки Неплохая прибавка В принципе, к машинке Пускай даже в коллекцию Хотя якобы премчик Ну, слот в ангаре, само собой Потому что, как его туда поставить 10 по 5х Ну, как бы Я считаю, что довольно неплохо Почему? Потому что, как я понимаю По описанию Это не на ТОК-2 Это вообще в целом вам Тоже, в принципе, довольно неплохая прибавочка Но, камуфляжик Легендарный Энергиоплазмы Для конкретно ТОК-2 В учет не берем Открытое все оборудование Да, оно и, как правило, всегда открыто И плюс еще есть 15 хорошеньких, красивеньких, эпических бустеров на кредиты Что немаловажно И 15 бустеров эпических на свободный опыт Короче говоря, в принципе Из того годного, что есть в этом наборе Это, безусловно, 14 дней према Плюс бустеры какие-никакие Там по 15 штук каждого Ну и, соответственно, 10 по 5х опыта Короче говоря, в принципе Плюс-минус добавили Ну, хоть что-нибудь годное Потому что, честно говоря Вот, допустим, там Контейнер с камуфляжом У меня этих камуфляжей На всех аккаунтах Уже больше, чем самих танков Поэтому, в принципе Ну, как бы Не все сладкое в этом наборе Почему меня заинтересовал По второй причине ТОК Помимо того, чтобы показать его вам Он меня заинтересовал тем, что Во-первых, я видел его в бою И когда он вот так вот Это, конечно, смехотворно Но когда он вот так вот То зеленых мест в нем Довольно-таки мало То есть, с морды танчик Как для тяжа Довольно-таки бронированный И сказать, что это прям вот здесь Вот картон Нет, нифига, не картон Нижний бронелист вообще скрыт Вот здесь склон Который, ну, тяжело пробивается И довольно-таки нормальная Существенная броня По крайней мере, по моему Субъективному мнению Когда я видел ТОГа И выезжал на него лоб в лоб Конечно, корма Прошиваем там, да То есть, есть зеленые места Бочина вообще шьется на ура Но вот когда ТОГ стоит Где-нибудь в улочке Вот так вот Ну, честно говоря Сложновато его разобрать самому Второе, чем он меня сейчас заинтересовал Я ради интереса Глянул на его Информацию по стрельбе Я всегда оцениваю Исключительно по орудию Все остальное зацениваю в бою Так вот, орудие На минуточку Для шестого уровня 1850 урона Кто-то скажет мало Кто-то скажет много Мне кажется, очень даже достойно С учетом того, что время перезарядки 5.18 заявленных А плюс еще сейчас мы его немножко улучшим Я думаю, будет где-то в районе 4.7-4.5 Время перезарядки 160 единиц урона В принципе, это неплохо Да, безусловно На уровне есть Такие, как квас Который заносит 400 урона Есть там премиумные коллекционные машинки Которые заносят урона по 200 200 с копейками Есть, по-моему, 40 ТП Если не ошибаюсь У него там тоже урончик за 200 переходит Но в целом 160 урона На 5 секунд перезарядки Это уже неплохо И что самое парадоксальное Здесь великолепный угол наводки вниз Минус 12 То есть, в принципе, тогом Можно где-то пытаться играть от неровности Играть от башни А башня вполне-таки даже бронированная Когда с морды вот так вот смотришь Не бочком А именно вот так вот с лица И, ребята, что еще хотелось бы отметить Что пробитие 171 единица Давайте будем говорить 170 Ребят, 170 на 6 уровне По информации, которая есть у меня Среди тяжей 6 уровня У тога Самое высокое пробитие Ну вот прям самое высокое По-моему, там был только вот тоже тог Перерисованный недавно В каком-то там вот событии Забыл, как называется Кто знает, напишите в комментариях Я буду вам благодарен за доп. информацию Для тех, кто будет читать комменты И смотреть видео Так вот у него, по-моему, было там Ну что-то На одну единицу меньше Да? Ну, в принципе, короче говоря Тот же самый тог, да и все Но, короче, ребят Вот ради попробовать пробитие Просто в 170 единиц И бешеную перезарядку Я сейчас покупаю тог Раньше тога у меня не было И, соответственно, те катки Которые я на нем сделаю сейчас Это будет мой первый опыт На данном танчике Сделанный ради вас Ну и я очень сильно надеюсь Что вам эта информация Будет полезной Быстренько приводим его в порядок Одеваем на него Легендарный его камуфляж Который мы получили сейчас В комплекте Покупая танчик Я думаю, что мы сейчас Крайне быстренько Поставим вот сюда вот Ускоренную перезарядку И дополнительную ремку Ставить ускорялку Как бы на такую тушу По-моему, нет абсолютно Никакого смысла Ставим амуницию Для того, чтобы увеличить Время перезарядки Докинем канистру Основную Посмотрим по времени перезарядки Ну, время перезарядки Второй, ну, кофеек Как бы не... Ну, это чай Короче говоря, ни о чем Потому что 0.06 Ну, как бы вообще Ни к чему Мне лучше, честно говоря Скорость поворота башни Тогда увеличить Короче говоря, как обычно Ставлю две канистры И один пудинг с чаем Что касается его Сейчас на всякий случай Убедиться, что у него Да, у него есть вот одно орудие В комплекте Ну, я просто к тому Чтобы не оказалось так Что там есть какое-нибудь второе И я заряжаю снаряды Сейчас абсолютно Не туда, куда надо Я вот так вот просто От балды Сейчас делаю Здесь выставляем Ускоренную перезарядку Выставляем Доработанные модули Уставляем Ну, как бы Вставить сетку По-моему, нет, нет смысла Улучшаем тогда оптику Улучшаем, соответственно Скорость сведения Здесь явно Ставим на маневренность Сюда увеличиваем 30 скорости ремонта модулей Что у нас здесь 15% к точности При движении Повороте башни А здесь у нас Минус 10 к разбросу На 100 метров Вот так, наверное Я поставлю Мне почему-то кажется Что будет немножко комфортней И что касается Вот этого Здесь у нас идет Плюс 4 к бронированию Корпуса и башни А здесь у нас идет Плюс 93 К хпшке Но в принципе С уровнем прочности танчика Проблем как таковых нет Поэтому я все-таки Доброшу ему брони И буду пытаться Играть от морды Но это мое субъективное Кто не согласен Пишите в комментариях Итак, ребятки Зарываемся в первый наш бой На тоге Ну и попытаемся Его оценить Что он собой представляет Единственное что Для чистоты эксперимента Мы сейчас посмотрим Чтобы у нас не были Активированы бустеры Никакие Ну и соответственно Посмотрим Что эта машинка Нам сейчас нафармит И чего нам это будет стоить Зарываемся в замес И посмотрим Ребятки Пока мы запрыгиваем в бой И это происходит Довольно быстро Это уже радует Вот здесь вот внизу Есть маленькая Желтая иконочка Если вы на нее наведете Вы сможете подписаться В один клик На мой канал И я вам буду Ну просто таки Безумно благодарен За это действие Вы поможете мне Развивать И пропагандировать Мой канал Наряду с другими Мастодонтами Которые есть сейчас В ютюбе Зацениваем танчик Танчик Ну по подвижности Смотрите Вот если бы не длина Его туши Я бы сказал Что для тяжа Все таки он Медленный Но вот эта вот Длина туши Она еще добавляет Ему медлительности Вот прям Прям вот совсем Пока ты вот так Вот поворачиваешь Пока вся тушка Развернется Ну как-то Не совсем комфортно Сведение Сведение долговатое Нам повезло Что на гуслю Врага посадили И честно говоря Точность стрельбы Сейчас была не очень Потому что я-то Целился Ну немножко В другое место Но ладно Теперь давайте Попробуем Заценить танчик В отношении Его Ну приспособленности К бою В отношении Не только подвижности А вот как Этой тушей Ездить И пытаться Как-то танковать И что-то делать В бою Но перезаряжается Бодренько А вот как только В борт К тебе заехали То в принципе Я так понимаю Что меня сейчас Превратят в покойника Попытаюсь сейчас Ускорить перезарядочку Для того чтобы Хотя бы КВ-2 разобрать Так как данный Братец Деловно делать Своим фугасом Может Так Ну вот Свилять не получилось Прикрывать Нас Некому Ну я думаю Что в принципе На этом все Да Отыграли Первый бой Итак Давайте смотреть На нашу тушу Тушу пробили Сбоку Тушу пробили С кормы Причем Три раза Понятное дело Что для Арла С его пробитием Как бы это не есть Проблема Да и тем более Как я уже сказал С кормы Даже сверху Вон залетело Что же касается Спереди Ну с морды Я вижу Вот Ну это да Ребят Это пробитие То есть в принципе В принципе В данном бою Мы не смогли Заценить Те вещи Ради которых Мы зашли Кроме Скорострельности Орудия Кроме его Подвижности И заценили С вами Разброс И время сведения На дальней дистанции Давайте сейчас Быстренько Бой заканчивается Ну и закатимся В следующую катку Итак ребятки Закончился бой Бой закончился победой Команда смогла Вытянуть По другому Это не назовешь Посмотрим Наш вклад В данную победу Смотрите За 987 урона Минуточку Вернемся За 987 урона И одного Уничтоженного КВ-2 Мы получили Знак классности Третьей степени Я так понимаю Что это связано С тем Что крайне малое Количество игроков Юзает Ток-2 Ну и соответственно На данной машинке Первый плюс Который можно сказать На сегодняшний день Скорее всего Когда у вас будут Какие-нибудь Бзшечки Или будет необходимость Получить Знаки классности Какой-то степени Либо возможно Даже докосить до мастера То наверное Насчет мастера Не знаю Сомневаюсь А вот насчет Знаков классности Я думаю Что в принципе Знаки классности На сегодняшний день Второй Третьей степени А возможно И первой Это под большим вопросом Все таки остается На ток-2 Выполнять будет Ну я бы сказал Не сложно Потому что сейчас За вот такой вот Никудышний бой Мы получили Третью степень Что касается фарма Вот мы отключили Все бустеры И фарм у нас 30 тысяч серебра Ну я бы сказал На ровном месте Да за победу Но ребят На ровном месте И результативность Наша в бою Как я уже сказал Ну ближе к никудышней Чем к какой-нибудь Хорошей Поживи подольше Да окей Можно накосить Было конечно Урончика и побольше Я думаю что полторушку В принципе На тоге вывозить Ну если приспособиться К самому танку Это был мой первый бой Ну вот если приспособиться Я думаю что вывести Можно будет Итак ребятки Давайте закатываемся Мы еще в одну каточку Смотрим что будет В этом замесе Пока закатываемся Напоминаю О желтеньком шильдике Внизу Наводите пожалуйста Мышечку В один клик Подписывайтесь Я думаю что это будет Ну Достойная Благодарность мне За слитые Две с половиной тысячи Голды И за поддержку Моего психологического Состояния В связи с этим Потому что пока От тога 2 Я не кайфую Ну абсолютно Но Поехали Не знаю Может мнение поменяется Также ребята Если вы имеете Возможность И имеете желание Я вам буду очень благодарен За финансовую поддержку Моего канала Дело в том Что на донаты Собственные Не совсем Хватает денег Очень много Идей Которые хотелось бы Реализовать Очень много Обзоров И видео Которые хотелось бы Снять Но не хватает Голды Не хватает Серебра Не хватает Свободки Короче говоря Всех тех вещей Которые в магазине Можно купить Поэтому если вы имеете Возможность Финансово поддержать Мой канал Я вам буду Очень благодарен Я стараюсь Ради вас Снимаю Как мне кажется Интересные видео Которые Ну явно Отличаются от того Что предлагают На ютуб Просторах Все остальные Обзорщики Итак Возвращаемся К Тогу 2 Возвращаемся К сосиске Которой Очень честно говоря Сложно управлять Смотрим Смотрим На что он может Быть он Немножко Повыше Я думаю Что немножко Было бы Поинтересней Потому что Сейчас Так Ну пробитие Смотрите Кваса прошили Я честно говоря Сразу Включу Ускорение Перезарядки Потому что Без ускоренной Перезарядки Нанести Квасу Столько же Сколько он мне Нанес За один шот Это честно говоря Задача Не из легких Но само пробитие Ребят Меня радует Прям вот Совсем Совсем Мне нравится Вот Скорострельность Ну как бы Не откажешь Опять получается Мне зашли в корму Как и в предыдущем бою Я так понимаю Что если сейчас Кваса я не успею Вынести То вынесут меня Не знаю Хватило бы сейчас Мне времени Или нет Спасибо большое Кв2 За то что он Сейчас сделал Так Там прячется Какой-то маленький Я так понимаю ПТ-вод В кустах Да Который вот Мне накидывает Явно ПТ-шка Еду на него Засветить К сожалению Некому Этот танчик А честно говоря С размерами Моей туши То мне Особо прятаться От него негде То есть получается Что танчик Ну такой Он очень подвержен Ситуациям В которых Тебе просто Некуда деваться От врагов Ну я так понимаю Что скорее всего Вальвериан Он сейчас Меня вынесет Все таки Углы наводки У него крайне Удобные И хорошие Для того чтобы Стрелять вниз Но пока поживу Союзники помогают Так что пока Есть возможность Пожить Спасибо им большое Я честно говоря С учетом Остатка Запаса Прочности Наверное Попытаюсь Куда нибудь Вот так вот Как то Сковылять Ну и соответственно Попытаюсь Просто подольше Пожить В надежде на то Что смогу Помочь на расстоянии Так как Вблизи Сейчас от меня Толку Нет абсолютно Никакого Ни подвижности У данного танчика Нет для того Чтобы менять направление И быстро Куда нибудь Там допустим Прятаться Ни честно говоря Возможности Танковать Кроме как Стоять Мордой Или прям Так вот Совсем чуть-чуть Давать Скосик Для того чтобы Снаряды проходили Вдоль Боков А не заходили В них Но ребят У меня честно говоря Ощущения Довольно такие Я бы сказал Смешанные С одной стороны Что-то прикольное В танке Безусловно Есть То есть Сказать что он Прям совсем Унылый Нет Он не унылый Но и сказать Что он прям Какой-то Сильно фановый Тоже однозначно Его фановым Не назовешь По одной простой причине Потому что Фан Это когда ты можешь Куда-то взорваться И там кому-нибудь Навалять Вот это В первую очередь Фан А назвать фаном То что ты еле едешь И не знаешь В принципе Как тебе спрятаться Это уже Явно Выходит За границы Стандартного Фана С другой стороны Давайте вернемся К плюсам В фарме Танчик Как для шестого Уровня Довольно Неплохо В этом Ему не откажешь Что касается Живучести Танка Я думаю Что танк Живуч Если вам повезет С позицией Если вы правильно Изначально Ее себе Выберете Ну и соответственно Будете этой позиции Придерживаться Потому что Перекатиться Куда-то У вас не выйдет Вот сейчас Я остался С хп в 93 Против меня Кромвель Б Который едет В мою сторону Есть Т-34 Сейчас посмотрим Что мы с этого Получим Я думаю Что Т-34 В любом случае Охотиться Будет сейчас За мной Если ему повезет Так как Хеллкет Все-таки Немножко Побольше Имеет Запаса Прочности Но ему Просто Не повезло Мне что-то Кажется Что если бы Т-34 Захотел И правильно Поехал То он бы Заехал Ко мне Вбок И в первую очередь Разобрал бы Меня Даже если бы Я дал по нему Шот Все равно В ангар Я его не вынес Смотрим На результаты Боя Мы прожили Полностью Весь бой Ну вот Как прожили Так прожили То что я говорил 1580 Единиц Урона Знак Классности Третьей степени Вот здесь Ну немножко Я не понимаю Там было 900 с копейками Урона Здесь у нас Как бы Ну не понимаю Вот серьезно За что тогда Там дали Просто за то Что я фраг Сделал Ну как-то Пока непонятно Зато ребят Насыпали нам Кучу медалек Да там Враг не пробил Нам насыпали Повреждения Устранили Ну короче Вот Вот это вот Все Все просыпали И нам даже Дали Бронебойщика Ну по моему В принципе Неплохо Что касается Фарма 36 тысяч В данном случае Нафармили И что касается Нашего вклада В бою Пожалуйста ребята Мы на первом Месте Какие выводы С этого делать Я не знаю Честно ребят Очень часто Я говорю Своё честное Субъективное мнение Я его Сейчас попытаюсь Сформулировать Так Чтобы Не знаю Не сделать Ни хорошо Ни плохо То есть Свести Как то В какую то Ничью Давайте О минусах Большой Неповоротливый Крайне Туго едет Спрятаться На нем Нельзя Просто Нигде Это Минусы А ну да Еще Бронизм С борта Нет никакого Ну и с размером Туши Как только Ты вот так Поворачиваешься То есть Ну уже Получается Тебя здесь Будут пробивать Сугубо Из-за длины Да То есть Была бы Длина поменьше Было бы Покомфортнее Что касается Бронирование С Кормы Ну точно Так же Как и с боков Шьется Мама не горюй Что касается Бронирование С морды Плюс Минус Нормально Я не могу Сказать Что прям Имба Но и Ну фуфловой Ее тоже Не назовешь Это что касается Минусов То есть Бронирование Неповоротливость Огромные размеры Ну и Одно направление На вашей совести Дальше куда-то Перекатываться Сложно Это минусы Плюсы Однозначные Ребята Следующее Выполнять Знаки Классности Я бы сказал Что будет Явно Не сильно Сложно По крайней мере Пока этот танк Не расплодится А я думаю Что расплодиться Ему не дано По определению Это первый плюс Второй плюс Скорострельность И Уровень пробития Потому что Столкнувшись С квасом Ну реально Согласитесь Ребят Танчик показал себя Довольно неплохо Квас был практически Весь зеленый И мне не составило Труда выцеливать Мягкие места Третий плюс Помимо пробития Это точность орудия На средних и малых Расстояниях Орудие крайне точное На дальних расстояниях Плюс-минус тоже Не всегда фартит Но окей Есть разброс Его достаточно На средних и малых Расстояниях Но недостаточно На большом расстоянии Все таки разброс Не так великоват Как не совсем точное орудие На дальнем расстоянии И все таки Время сведения Орудия Ну Немножко не дотягивает Ну вот Как-то так Да К минусам можно отнести 160 единиц урона Но умноженное На скорость перезарядки Я думаю Что это сходится Все там Один к одному Поэтому к минусу Я не буду Относить 160 единиц Альфы По танчику У меня все Я не знаю Кто его будет покупать Если вы хотите Горите желанием Или он вам понравился По обзору Покупайте Я думаю Как в коллекцию И периодически Выкатать его Для того Чтобы как-то Ну Сыграть на чем-нибудь Новеньким и интересником Он вам явно подойдет Вот такое вот мнение Вот такой вот обзорчик Поддержите меня Лайками Поддержите меня Подписочкой на канал В один клик По желтому По желтой кнопочке В правом нижнем углу И если имеете возможность Финансово поддержать канал Я вам буду только благодарен Спасибо вам огромное За все За благовременно А на данный момент У меня все Всем всего хорошего Всех благ Покупать не покупать Только решать вам Вот такой вот обзор У нас получился До встречи В новых видео Ну и Как обычно Желаю всем Мира вам И спокойствия